В 2009-м тигренок Жорик стал не только эмблемой наступающего года, но и символом позора для передвижных шапито. В Курканском зоопарке на колесах полосатого малыша едва не загубили. С того света маленького хищника вернул челябинский ветврач. Карен Далакян решил избавить изуродованного Жорика от кочевой жизни. Но хозяева запросили выкуп в 150 тысяч рублей. К сожалению, стоимость вот этих животных зоопарковских, это очень большие суммы фигурируют в этих делах. То есть, вот этого тоже я не пойму. То есть, где бизнес и деньги, там немножко как бы хромает вот эта человечность. Человечность хромала по всей области. Так Южноуральский мэр нанял подростков-кадетов отстреливать бездомных собак. Сыновья Владимира Горы учатся в Переславской православной гимназии. На каникулы мальчики приехали домой вместе с сиротами-одноклассниками. И папа-мэр заставил отрабатывать гостеприимство. Когда диктуют власти, и это является нормальной позицией, политикой властей, убивать животных при помощи, давая в руки детям оружие. Жалко детей, честно говоря. Потому что это душевно ущербные уже, даже не люди, уже существа будут. То есть, удивляться потом, что дети убивают своих родителей, ну, мне кажется, рыба гниет с головы. А в Еткульском районе за ружье взялся участковый. Жители поселка Селезян зафиксировали зверство на фотокамеру. Очевидцы написали заявление в прокуратуру и милицию. Но участковый отделался выговором. Мыл спасал селян от агрессивных животных. Ну, это был Таня Головиной, пес. Она сейчас находится у детей, проживает сама в Челябинске. Решили теперь ее подкармливать. А так выносили ему все, потому что пес большой, здоровый, он глухой совершенно. Очень-очень спокойная собака. Но тем более она еще потеряла хозяйку. В это время в Челябинске учились сирот любить своих меньших братьев. На первой в городе урок биоэтики привели наглядные пособия. Дети смогли потискать псов, кота и хорька. Это своеобразная прививка от жестокости, пояснили зоозащитники. Вот она. Я буду гладить. Мы отбирали уже собак не просто те, которые могут спокойно дать себя погладить детям, чтобы они не причинили ему вреда. В уходящем году в Челябинском зоопарке случилось чудо. На свет появился детеныш грызунопака или аргентинского хомячка. Его мама и папа жили здесь полтора года и вот, наконец, обзавелись потомством. Такого феномена в России не случалось пять лет. Уникальность появления этого паки, этого детеныша паки, еще в том, что у нас здесь мы пытались создать условия, ну, как нам казалось, более приближенные, к натуральным. И в одном альгире у нас живет три вида животных. Кризис разорил элитный приют для кошек. И сколько лет сорок животных не знали горя. Хозяйка поселила их в отдельных апартаментах и наняла горничную. Они все ко мне лезут, как я прихожу. Я говорю, мамуля пришла кушать, принесла. А они, ох, вот с трубой все бегают, радостные такие. И вот, словно гром посреди ясного неба от сорока изнеженных животных, нужно срочно избавиться. Несмотря на то, что кошки ухожены, шансы на пристройство были невелики. Из взрослых животных берут неохотно. Или у нас мальчик, который король, мы его называем королью, он только любит девочек, мальчика просто не любит. Вопреки прогнозам, на сегодняшний день почти все коты нашли новых хозяев. Возможно, оставшимся принесет удачу год белого тигра. Кстати, прояснилась судьба тигренка Жорика. Деньги на то, чтобы выкупить его нашлись. И вполне возможно, что его повезут за границу и сделают пластические операции. Это пообещали гости из Америки.